Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. Прямо сейчас все самое актуальное и интересное о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. Сигналов больше нет. В Новокузнецке ликвидирована группа воров-сканерщиков. Вернули домой. В Кемеровском районе стражи порядка помогли пожилой женщине. Внезапный тест-драйв. Новокузнецкий обмехач спровоцировал полицейскую погоню. Сейчас самое время переобуть свой автомобиль и перейти на зимний стиль вождения. Иначе есть риск попасть в дайджест мобильного патруля. Или еще страшнее в ДТП. Очередной обзор нарушителей дорожного движения смотрите прямо сейчас. Сегодня в свежей подборке мобильного патруля водители, которые напрочь игнорируют правила дорожного движения. И в частности, дорожные знаки и разметку. Вот, например, водитель маршрутки на перекрестке проспекта Ленина и улицы Тухачевского в Кемерове. Повернул налево из полосы, по которой можно ехать только прямо. Куда так торопился водитель автобуса, теперь будут выяснять сотрудники ГИБДД. Еще один нарушитель из областной столицы тоже повернул налево из полосы, по которой можно двигаться только прямо или направо. На перекрестке улиц Баумана и двужильного водитель Мерседеса таким образом решил объехать пробку. Сомнительный маневр может стоить автолюбителю непредвиденных расходов на оплату штрафа. Совсем не видит берегов, а точнее двойную сплошную водитель черного Хёнде. На улице Сибиряков-Гвардейцев он выехал навстречу через сплошную линию разметки, а затем повернул налево в сторону торгового центра. Автолюбитель не доехал до места разворота буквально 100 метров и теперь за свою спешку будет привлечен к ответственности. Точно такое же нарушение совершил водитель Volkswagen Polo в августе этого года. На улице Тимирязева он выехал на полосу встречного движения и теперь заплатит штраф в размере 5000 рублей. Уважаемые зрители, сделать свой город безопаснее может каждый из вас. Если вы стали свидетелями правонарушения или преступления, снимите его на фото или видеокамеру и пришлите материал в раздел «Мобильный патруль» на сайте закон-дефискусбас.ру. Автора лучшего ролика ждет награда от Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области видеорегистратор. В Ленинске-Кузнецком водитель, повторно севший за руль автомобиля в состоянии опьянения, может отправиться в колонию. Летом этого года экипаж ДПС остановил намарку на одной из улиц города. Во время проверки автоинспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Алкотестер подозрения подтвердил. Уровень алкоголя в организме водителя оказался почти в четыре раза выше допустимого. Полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к уголовной и административной ответственности. В том числе и за нетрезвую езду. Материалы очередного уголовного дела уже направлены в суд. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. В Новокузнецке водитель Порше Каен устроил тест-драйв для новых патрульных автомобилей ГИБДД. Автолюбитель на иномарке спровоцировал полицейскую погоню. Смог ли нарушитель скрыться от полиции смотрите в нашем эксклюзивном материале. Менее двух недель назад автопарк кузбасских автоинспекторов пополнили 80 новых автомобилей. Современные машины поступили в Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Междуреченск, а также в другие города и районы Кузбасса. И вот уже сегодня они доказывают свою эффективность на практике. Накануне в Новокузнецке экипаж ГИБДД, пересевший на новую «Шкода» «Октавия», привлёк к ответственности водителя, который буквально бросил им вызов и сам спровоцировал погоню. Пока инспекторы проверяли документы у одного из водителей, неподалёку остановился Порше Каен «Турбо». Находившийся за рулём иномарки мужчина всеми силами пытался привлечь к себе внимание. Демонстрируя мощность двигателя своего авто, он газовал, что есть силы, заставляя машину буквально реветь, а затем резко тронулся с места. Порше Каен «Турбо». Начали преследование. Уводитель, останавливаемся, прижимаемся вправо. Буду применять оружие. Ура, как у Дузова проходим на красный. Уходя от погони, нарушитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих. Но ни в городе, ни на трассе он так и не смог оторваться от полицейской «Шкоды» «Октавия». Ещё бы, ведь максимальная скорость новых патрульных машин ГИБДД «Кузбасса» составляет более 230 км в час. В результате полицейские задержали водителя. В материалах дела будете расписывать? В русском составе ставить? Давайте какие-либо объяснения будете? В отношении нарушителя полицейские составили 19 административных протоколов. Из них только за выезд на полосу встречного движения – 11. Теперь любителю скоростных заездов придётся остепениться. Ведь кроме штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей, ему грозит ещё и лишение водительского удостоверения. Двоих наркозависимых горожанок накануне задержали полицейские Ленинска-Кузнецкого. В ходе досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у них свёртки с наркотиками. Что это такое? Задержанные признали, что приобрели запрещенные вещества ради первой пробы. Теперь они стали фигурантками уголовного дела и могут провести за решёткой ближайшие три года. Серийные воры-сканерщики задержаны в Новокузнецке Они орудовали возле детских садов, школ и магазинов Добычей подельников становились оставленные в салонах машин вещи и деньги Для задержания подозреваемых оперативники уголовного розыска и бойцы Росгвардии провели спецоперацию Ее подробности в нашем следующем сюжете Добро пожаловать в Новокузнецке Потому что качественно и быстро сработали По имеющейся информации действовали злоумышленники по отработанной заранее схеме Они наблюдали за женщинами-водителями, которые на несколько минут парковали машины у детских садов, школ, магазинов и оставляли личные вещи в салоне Воспользовавшись моментом, подозреваемые при помощи специального сканера отключали сигнализацию и похищали из автомобиля ценные вещи и деньги На счету похитителей, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, как минимум 11 аналогичных краж Они были совершены средь бела дня Никто из прохожих и не предполагал, что так по-хозяйски мужчины скрывают чужие авто Можете пояснить, за что задержали? Я не готов давать комментарии, сразу говорю По фактам краж возбуждены уголовные дела Следователям еще предстоит разобраться во всех деталях произошедшего Часть похищенного имущества уже найдена и возвращена потерпевшим Которые на личном опыте убедились, что не стоит оставлять вещи в салоне, даже когда покидаешь машину всего на несколько минут Хотелось бы поблагодарить сотрудников полиции за проведенную работу Большое человеческое спасибо вам Очень благодарна за то, что они быстро и качественно сделали свою работу Ребята молодцы, спасибо им большое В Прокопьевске грузчик продуктового магазина угнал «Газель» Вот только поездка была недолгой Похититель попал в ДТП прямо на чужой машине В момент аварии запечатлели камеры наблюдения Полицейские выяснили, что «Газель» принадлежит местному предпринимателю, у которого работал угонщик Оказалось, злоумышленник сел в салон чужого авто погреться А когда нашел в бардачке ключи зажигания, решил прокатиться Правда, далеко не уехал Теперь он стал фигурантом уголовного дела И на пять лет может оказаться в колонии В нашей постоянной рубрике «Хроника добрых дел» Сегодня полицейские Кемеровского района Рано утром они получили сигнал, что на загородной трассе находится пожилая женщина По словам очевидцев, она была босая и без верхней одежды При этом не помнила своего имени и не могла сказать, куда направляется Сотрудники госавтоинспекции оперативно прибыли на место и доставили ее в отдел По дороге взволнованная женщина постепенно успокоилась и смогла вспомнить адрес, где проживала несколько лет назад Пока пенсионерка отогревалась в отделе полиции, стражи порядка нашли информацию о ее родственниках Вскоре женщину передали прибывшей дочери Спасибо большое, что нашли Программа Опер ТВ рекомендует всем кузбассовцам пройти добровольную дактилоскопию Процедура бесплатная и занимает всего несколько минут Но она поможет быстро установить личность человека в том случае, когда ему требуется помощь Мы тебя ждем в полиции Будут обо гордиться Тут от востока и до столицы Наша служба везде пригодится Не пугает мы сложность работы Да, нелегкая это задача Зато отпуск почти два месяца И работа хорошо оплачивается Звоните 8 999 306 0102 На сегодня это вся информация Смотрите нас также на сайте опер.тв.ру И следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях Всего вам доброго и будьте здоровы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»